МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и военным обозревателям во всем мире, было за чем следить на уходящей неделе. Ситуация в Украине крайне напряженная. Не исключена сдача Авдеевки. Не спадает напряженность на Ближнем Востоке. А американцы утверждают, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие. Насколько безопасно могут себя в этой ситуации чувствовать жители нашей страны, выяснял на пресс-конференции в Министерстве обороны Михаил Владиславлев. Как считают специалисты эстонского генштаба сил обороны, на украинском фронте наиболее напряженная ситуация складывается вокруг Авдеевки. Размеры этого города сопоставимы с эстонским Пярну. Но вокруг него Россия сконцентрировала около 50 тысяч военнослужащих. Ширина коридора, по которому сейчас осуществляется снабжение украинских войск, составляет, по оценке эстонских экспертов, около 3,5 километров. В некоторых СМИ появилось сообщение о том, что вывод войск из Авдеевки фактически уже начался. Авдеевка для Вооруженных сил России является целью номер один, которую пытались захватить на этой неделе. Несомненно, усилия эти будут продолжены. Любая победа будет раздута в СМИ накануне президентских выборов в России, чтобы показать, что армия действует успешно и выполняет поставленные задачи. Примерно 90% боевой активности российских войск приходится на Донецкое направление и половина из них на Авдеевку. В эстонском генштабе также считают, что украинцы отойдут на подготовленные позиции и стратегически это отступление ничего не изменит. Большую тревогу вызывает недостаток боеприпасов как для дальнего артиллерийского огня, так и ПВО. Объем используемых украинцами боеприпасов в боевых действиях существенно уменьшился по сравнению с прошлым годом. Российская Федерация имеет перевес в использовании дальнего огня. Это означает, что больший упор приходится делать на укрепление. Тяжелее сдерживать наступление российских подразделений. Приходится строже определять приоритеты и экономить боеприпасы. Премьер-министр Эстонии и министр иностранных дел до воскресенья принимает участие в Минхенской конференции по вопросам безопасности. Но еще до начала всех обсуждений министр Маргус Цахна выразил глубокое сожаление в связи со смертью в заключении российского оппозиционера Алексея Навального. Что же до повестки конференции, то на ней будет обсуждаться как ситуация в Украине, возможные сценарии ее развития, так и трансатлантическое сотрудничество. Уже 18 стран НАТО из 31 готовы выделять оговоренные 2% от ВВП на оборонные нужды. Но из обещанного в Украине миллиона снарядов, к весне будет произведена лишь половина. Так что выделенные деньги еще надо превратить в снаряды. Михаил Владиславов, Петер Илевайн, Новости Таллина. Главная экономическая новость недели пришла из Министерства финансов. Оттуда сообщили, что 7 государственных компаний будут выставлены на приватизацию, а 2 компании будут вообще ликвидированы. Многие экономисты вспомнили знаменитую фразу о том, что государство плохой хозяин. Станут ли хорошими хозяевами частники и выиграет ли от этого народ? За ответами на эти вопросы Сергей Овченков отправился к специалистам Светбанка. Согласно планам правительства, отчуждению подлежат 5 госкомпаний, в одной из которых, а именно в акционерном обществе Таллина с Адом, доля государства будет сокращена до 51%. Кроме того, по предложению Министерства финансов, следовало бы частично приватизировать 2 дочерних предприятия Эст-Энергия – Энофит и Энофит Грин. Еще 2 предприятия планируется ликвидировать. Мы стоим сейчас перед вопросом, какие предприятия для государства являются стратегическими, а какие могли бы быть предоставлены частному сектору, как частично, так и полностью. У нас есть государственные предприятия, которые уже частично котируются на фондовой бирже, и сегодня мы обсуждаем вопрос, целесообразно ли направить больше долевого участия на рынок инвесторов. Банковские аналитики полагают, что инвесторы могли бы больше обратить внимание на Таллинский порт или дочерние предприятия Эст-Энергия, а вот такие компании, как Opereal или Nordic Aviation Group, вряд ли вызовут ажиотаж на бирже из-за сложной финансовой ситуации. Насколько данное решение правительства является положительным или наоборот, могут сказать только специалисты. С одной стороны, инвесторы могут купить акции, выставленных на бирже предприятий, и стать их, так сказать, совладельцами. Вопрос, правда, еще заключается и в том, кто именно будет способен их купить в таком количестве, чтобы получать более-менее весомую прибыль. Местные жители или зарубежные инвесторы? Если правительство не заинтересовано стратегически во владении тем или иным предприятием, то в эти компании могли бы вкладывать деньги частные инвесторы. Это положительный аспект. Другой вопрос – насколько правильное время было выбрано для отчуждения. Мы видим сейчас отсутствие широкого спроса со стороны иностранных инвесторов. Это связано с вопросами геополитической безопасности. Прошлогодние итоги государственных финансов показали, что сбережения у населения выросли. Правда, этот рост не пропорционален. Есть те люди, на которых инфляция повлияла довольно серьезно, и у которых зарплаты не выросли, а следовательно, у них нет средств для инвестиций. Но есть и те, у кого накопления выросли. Правда, это происходит из-за того, что они стали покупать и потреблять меньше. Свежие данные Департамента статистики показывают, что в депривации, то есть в ситуации, когда испытываешь социально-материальные лишения, проживает 6,2% населения Эстонии или более 80 тысяч человек. Остается теперь только догадываться, будет ли предстоящая приватизация, так сказать, народной, то есть акции приобретут местные жители, или все-таки в дело вступят иностранные инвесторы. Сергей Овченков, Михаил Владиславлев, Петер Юлев, Лен Роман Васильев, новости Таллина. К разговору с нашей гостьей в студии вице-мэром Таллина Бетиной Бешкиной у нас есть эпиграф. Это отзыв «Мама-ребенка с ограниченными возможностями», который пользуется помощью социального транспорта. Я очень довольна. Никаких замечаний или претензий нет. Мальчик по рабочим дням посещает опорный центр, на автобусе доезжает до места и на автобусе возвращается. Водитель очень вежливый, иногда они даже беседуют. И, конечно, необоснованные слухи о том, что столь важные услуги, включая не только специальные автобусы, о которых говорила наша собеседница, но и инва-такси, могут быть отменены или уменьшены, вызвали у многих серьезную озабоченность. Ведь социальный транспорт совершил в прошлом году почти 160 тысяч поездок, обслуживая примерно 550 клиентов ежемесячно. Развеяйте эти волнения, мы и попросили нашу гостью вице-мэра Таллина Бетину Бешкину. Бетина, добрый вечер. Добрый вечер. В СМИ появилась информация, что город якобы сокращает услугу социального транспорта. Что это за новость такая? Соответствует ли она действительности? Нет, эта новость не соответствует действительности. Более того, за последние пять лет бюджет социального транспорта в Таллине стремительно рос. Если в 2019 году этот бюджет составлял полтора миллиона евро, то сейчас это 3,2 миллиона евро. И Таллинн будет продолжать заниматься тем, чтобы люди с ограниченными возможностями были доставлены из пункта А в пункт Б, будь то ежедневные перевозки в школу и на работу, или такие единоразовые поездки, которые предоставляются и сейчас. Ну, давайте как раз подробнее, кому положены услуги социального транспорта и как они выглядят. Большая часть этой услуги – это ежедневные перевозки в школу, в детский сад, на работу от дома и обратно вечером домой. Эту услугу предоставляет акционерное общество «Таллиннский городской транспорт» ТЛТ с 2021 года. Там есть обученные водители и соответствующие машины, которые подходят для людей с ограниченными возможностями. Но, кроме того, есть еще и услуга «Такси». Эту услугу предоставляет с 2019 года по договору, заключенному в результате конкурса на госпоставку, предприятие «Форус», ранее «Тулика». И, к сожалению, сейчас вокруг как раз «Таксо» услуги ходит достаточно много слухов, и люди с ограниченными возможностями получают искаженную информацию о том, что эта услуга будет сокращена. На самом деле, суть в том, что договор этот заканчивается, и сейчас мы стоим перед выбором. Либо мы проводим новый конкурс госпоставки, который выиграет то предприятие, которое предложит лучшую цену и будет соответствовать критериям. То есть не обязательно «Форус», это может быть и любая другая фирма по предоставлению транспортных услуг, которая закупит адаптированные автомобили и обучит свой персонал. И бюджет у нас есть, то есть вопрос в том, сможем ли мы на этот бюджет предоставлять такой же объем услуг, как мы делаем сейчас в результате нового конкурса. Поэтому есть мысль перенести эти услуги под крыло ТЛТ, то, как сейчас происходит с ежедневными перевозками. И у ТЛТ нет разрешения на таксоизвоз, но это будет также поездка по необходимости клиента из пункта А, пункта Б, просто не под названием такси. Это сейчас вызвало очень большую бурю эмоций. Подписывалось некоторыми средствами массовой информации, где рассказывали о том, что только в одном предприятии возможно обслуживать клиентов на должном уровне, а городское предприятие с этим не справится, хотя это не соответствует действительности. У нас много лет и дети, и взрослые с ограниченными возможностями пользуются этими услугами. Эта услуга действительно очень сильно приобрела с тех пор, как мы перевели ее под ТЛТ. Сейчас ни одного решения не принято, и идут переговоры. Мы общаемся с целевой группой, с Палатой людей с ограниченными возможностями. Собственно, первый репортаж на эту тему в газете появился, потому что журналист пришел на рабочую встречу, и никому об этом не предупредил, и потом написал репортаж, без того, чтобы спросить комментарии города. То есть так, к сожалению, рождаются эти слухи, которые являются очень волнительными для людей, получателей услуг. Ну то есть мы можем успокоить тех, кто пользуется как раз услугой такого социального транспорта, никаких серьезных изменений не будет? Мы понимаем, что с июля что-то изменится, потому что закончится договор с фирмой, к которой люди привыкли. То есть либо это будет новый конкурс, это не конкурс, который нацелен на одно предприятие, как бы оно не нравилось клиентам. Второй сценарий, второй вариант развития событий — это услугу переводят под ТЛТ, и тогда уже ТЛТ организовывает эти перевозки. В любом случае, объем услуги, финансирование, доступность услуги останется как минимум на том же уровне, но мы также приложим все усилия, чтобы это улучшилось. Поэтому здесь не нужно волноваться и поддаваться этим провокациям. Нужно дождаться достоверной информации. Так, точно. Бетина, спасибо, успехов вам. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях была вице-мэр Таллина Бетина Бешкина. А мы переходим к другим темам. Трехстороннее сотрудничество между бизнесом, правительством и научными кругами важно для любой стремящейся к прогрессу страны. К сожалению, зачастую все они работают порознь, даже не предполагая, насколько выгодным могло бы быть сотрудничество. Во всем мире ищут платформу, где эти столь разные сферы могли бы общаться во имя прогресса Эстонии. И вот теперь один из таких вариантов найден. Сергей Овченков присутствовал на церемонии открытия необычного портала с очень оригинальным названием. Который, по мнению его создателей, ждет большое будущее. Открытие портала знаменовало барабанная дробь сразу трех ударных установок, символизируя тем самым, что общение между тремя сторонами началось. Именно поэтому портал носит название «Триалог». Интернет-сайт представляет собой трехсторонний контакт между бизнесом, лицами, принимающими решения и исследователями. Новости в основном посвящены деятельности университета. Мы ожидаем, что среди читателей нашего портала будут прежде всего предприниматели и люди, принимающие решения. Люди, которые делают определенные выводы, после чего уже отдают необходимые указания, должны обосновывать свои решения, исходя из качественной и проверенной информации. Именно такой контент предлагает наш портал. Трехстороннее сотрудничество между бизнесом, правительством и научными кругами стало краеугольным камнем инновации во всем мире более 30 лет назад. Однако это сотрудничество всегда и везде имеет много возможностей для совершенствования. В ТТУ имеется 130 групп прикладных исследований, более 70 докторантов, ежегодно защищающих диссертации, более 1100 научных публикаций, договорное сотрудничество с примерно сотней предприятий, множество конференций и других мероприятий. По словам создателей портала, его публикации могут побудить людей задуматься о том, как сделать жизнь в Эстонии лучше, чтобы выиграли при этом все. Мы заполнили ту нишу, которая до нас была пустой. Да, у нас есть различные научные и образовательные порталы, которые работают каждый по отдельности. Портал Триолог, в свою очередь, помогает предпринимателям лучше вникнуть в научную среду университета, чтобы разобраться в тех работах, которые тут проводятся. На портале также находятся публикации, ранее не появляющиеся в средствах массовой информации, быть может, из-за сложного научного языка, который не всегда понятен человеку без специального образования. В мире сложных и быстрых перемен, один из ключевых путей вперед – это уметь ориентироваться в огромных массивах информации и принимать разумные и сильные решения. Портал объединяет такие истории на более простом языке и помогает понять, что делается в университете и как он служит бизнесу и обществу. Сергей Овченков, Андрес Лайгу, Новости Таллина. Столице разработан стратегический план капитального ремонта старых детских садов и строительства новых. Получить место в дошкольном учреждении сейчас возможно без проблем, но находиться она может вдали от дома. И вот решено смягчить дефицит детсадовских мест, особенно в тех районах, где на данный момент их просто нет. На этой неделе город инициировал детальную планировку для строительства в Пирито нового детского сада. Илья Бань выяснил, где именно он будет находиться и какова в целом таллинская концепция детского сада 21 века. Хорошая новость для будущих родителей района Пирито. Таллинская городская управа на своем последнем заседании инициировала детальную планировку участка недвижимости по адресу Лепикутея 18 с целью выделения права на застройку для создания нового детского сада. Выбор места для таких учреждений делается с учетом того, чтобы к ним удобно было добираться на всех видах транспорта, прежде всего на велосипедах и самокатах, и, конечно же, пешком. Таллин составил список новых садиков, строительство которых позволит смягчить дефицит мест, особенно в тех районах, где на данный момент их попросту нет. Мы сделаем в этот раз несколько иначе, чем действовали до этого. Раньше мы закупали услугу по составлению детальной планировки. Теперь же мы будем более гибкими и сэкономим время, так как можем это делать усилиями профессиональных архитекторов департамента городского планирования, уровень компетенции которого стал очень высоким. За ближайшие три года будет составлена детальная планировка и пройдены все необходимые этапы, в том числе встречи и обсуждения с жителями Пирито. Первые консультации с местными жителями уже прошли. Пиритосцев прежде всего интересовала вместительность и высота будущего детского сада. Известно, что в здании планируется до трех надземных и один подземный этаж. В здании должно быть не менее восьми групп и детский бассейн. Место настолько зеленое и живописное, что можно предположить, что будущие подопечные смогут ходить по грибы до ягоды прямо на территории садика. Последние два года строится по 4-5 новых детских садов ежегодно. Они сильно отличаются от тех садиков, к которым мы привыкли в прежние времена. У нас много места. И, конечно, то, что не было, это вентиляция. Везде вентиляция. Это значит, зимой воздух есть и летом. Мне кажется, абсолютно в каждом новом детском саду, если он двухэтажный, это лифт. Чтобы дети с особыми потребностями, или даже их родители с особыми потребностями, свободно могли подняться или тогда и на второй этаж. Очень много возможностей вне группы находиться. Очень таких много помещений, как класс по интересам. Там можно проводить работику, там смарт-доска. Это вдохновляет, ведь в старых типовых детсадах был один зал для всего, будь то концерт или урок физкультуры. В новых может иметься бассейн, помещения многофункциональные и могут делиться на части. Особой похвалы заслуживают архитекторы, которые грамотно вписывают новые здания в уже имеющееся окружение. К 2030 году все детские сады Таллина должны быть капитально отремонтированы, либо там, где это необходимо, построены новые. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина. Только вчера мы рассказывали о том, что город призывает жителей участвовать в вопросе относительно проекта народного бюджета. Учитывают мнение горожан столичной власти и при разработке обновленных концепций таллинских улиц. Так на этой неделе жители района Усмайль смогли обсудить с чиновниками и специалистами будущее улицы Койду. На встрече были представлены работы победителя архитектурного конкурса. Как изменится эта улица, выяснила наша съемочная группа. Будущее Таллина зависит во многом от мнения его жителей. Это прекрасно понимают городские власти и все чаще призывают горожан к участию в обсуждении самых разных проектов. Что же касается проектировки улиц, то обсуждение с местными жителями при участии самых разных специалистов и чиновников на стадии разработки концепции стало уже доброй традицией. Вот и в этот раз жители микрорайона Усмайль были приглашены на презентацию работ победителей специального конкурса. На них архитекторы представили свое видение главной улицы этой части города – улицы Койду. Мы увидели, что для людей действительно важны такие вопросы, как проблема транзитного движения, как вопрос безопасности на этой улице и желание иметь возможность отпускать своих детей по этой улице гулять, ехать на самокате в школу или на велосипеде, или на общественном транспорте. В настоящее время улица Койду ориентирована на автомобильное движение. Однако пешеходы часто недоумевают, почему в центре столицы есть улица, где о них словно бы забыли. Поэтому перед планировщиками и была поставлена задача в будущем преобразовать улицу Койду в удобное для пешеходов и велосипедистов городское пространство. Но и о транспорте тоже не забудут. При этом улица должна стать более зеленой, а еще и подходящей для досуга и юных жителей, и сеньоров. К таким целям у обитателей окрестных домов претензий нет. Тем не менее, жители района высказали свои замечания по тем решениям улицы Койду, которые были представлены архитекторами. Идеи очень крутые и интересные. Но теперь после обсуждения надо еще раз подумать, поскольку некоторые решения, которые поначалу казались очень хорошими, теперь вызывают сомнения. Так что надо еще подумать. Здесь обсуждалось в том числе и то, что станет меньше парковочных мест. Если это будет так, то куда нам ставить машины? Прошедшая презентация и обсуждение – это лишь один из первых шагов в реализации большого проекта. Но он тоже крайне важен. Далее экспертное жюри проанализирует все архитектурные работы, а также замечания и предложения от жителей. И выявит победителей, от проекта которых и будет дальше отталкиваться в разработке концепции улицы Койду. А всем жителям этой улицы и окрестностей надо набраться терпения. Как показывает опыт, при правильном и рассудительном подходе результат порой даже превосходит ожидания. Вадим Малышкин, Кюлли Маристе, Новости Таллина. Дом эстлянского рыцарства на Томпио после реставрации станет представительским зданием для проведения важных правительственных или медийных мероприятий. Но это не значит, что для обычных жителей дом будет закрыт. Здание рыцарства будет рассказывать об истории и развитии эстонского государства и государственности. Также в здании будут экспонироваться памятные доски, на которых написаны имена членов эстонского рыцарского ордена, принимавших участие в русско-французской войне 1812 года. Но отправиться туда в эти выходные еще невозможно, поскольку завершение работ планируется осенью этого года. Но у Лины Туровской есть идеи, куда можно сходить уже в ближайшие свободные дни. Реконструкция еще продолжается, но рыцарское здание уже начало обретать форму. На прежнее место вернулись и мемориальные доски, которые сто лет хранились рядом в Домском соборе. На досках увековечены имена членов эстонского рыцарского ордена, принимавших участие в войне с Наполеоном в 1812-1814 годах. На белых досках имена тех, кто сражался и выжил, на черных имена тех, кто пал, например, в Бородинском сражении или на Монмартре. Однако скоро здесь будет не музей, а вполне современное помещение для мероприятий высокого уровня. Зал Лантага, зал эстонского искусства, зал государственности, салон эстоника и зал трех львов – все это представительские помещения для приема гостей на государственном уровне и прочих протокольных мероприятий. Здесь есть все для того, чтобы проводить на высоком уровне торжественные ужины, небольшие концерты, церемонии или конференции. Сейчас из всех залов практически восстановлен зал Лантага. Позже на стены прикрепят гербы дворянских родов, которые сейчас реставрируются. Внешнее же оформление здания сейчас почти закончено, и ему возвращен прежний вид. Зеленый цвет исчез, и мы вернули тот самый цвет стен, который был изначально, когда здание было построено в 1849 году. Его строил архитектор Винтер Хальтер, и нынешний архитектор согласен, что это самый подходящий для здания цвет. Ну а пока вернемся в ближайшее будущее, то есть поговорим о предстоящих выходных. Танцевальные вечера в районе «Ласнамя» давно стали хорошей традицией. Первый в этом году бесплатный танцевальный вечер состоится завтра 17 февраля в Центре культуры Линдакиви. Также завтра во дворе общественного центра Пыхья Таллина по адресу Кари-13 состоится зимний фестиваль. Всех приглашает принять участие в старинных обрядах масленицы, ярмарке и концерте. Специальный гость – певица Анна Вески. Праздничный день завершится сжиганием масленичного чучела и огненным шоу. Линдеровская, Кюли Мары, Стайон Аскиммель, новости Таллина. Погода без осадков. Ветер юго-восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до 4 градусов мороза. В воскресенье днем ожидается ясная сухая погода. Ветер восточных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха около 1 градуса мороза. В ночь на понедельник будет облачная погода без осадков. Ветер с северных направлений 3-4 метра в секунду. Температура воздуха минус 1-4 градуса. В понедельник днем сохранится облачная погода, возможен мокрый снег. Ветер с северных направлений от 4 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до 1 градуса мороза. На сегодня это все. Впереди выходные. Но самое интересное, что произойдет в ближайшие дни и, конечно, в первый день рабочей недели, мы обязательно покажем вам в понедельник в очередном выпуске новостей Таллина. А сейчас я, Вадим Малышкин, с вами прощаюсь и, конечно, желаю всем удачных и радостных выходных. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok